Пожалуй, один из главных вопросов, мучающий студентов от первого до выпускного курса, как максимально эффективно определить вектор будущей профессии. День карьеры – это первое выездное мероприятие такого формата, проведенное в рамках структурного подразделения института. По словам руководителя Центра по организации временной занятости обучающихся Наиля Вяльшина, тенденции меняются ежегодно, поэтому отслеживать перспективные профессии просто необходимо. Сейчас особо популярными остаются сферы программирования и медицины, потому что сейчас мы видим то, что медицинская отрасль развивается, программирование развивается. В 2023 год перешел тренд на востребованность юристов и финансистов. Тренд, казалось бы, уже прошедший, но сейчас бизнес продает свои активы, работники уезжают в страны СНГ и так далее, и тем самым нужно выстраивать новые трудовые отношения. Внести свой вклад в развитие татарстанских студентов приехали множество экспертов в разных областях. Так, Лариса Кириллова, кандидат юридических наук и доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса юридического факультета КФО, поделилась опытом применения Трудового кодекса при трудоустройстве и заключении договора гражданско-правового характера. Данила Державин, менеджер по развитию персонала в компании Nefis Cosmetics, дал рекомендации по написанию резюме и успешному прохождению собеседования, чтобы избежать страхов и уверенно представить себя. Данное мероприятие очень актуально, поскольку профориентационное направление в целом по работе со студентами сейчас находится только на стадии развития, и такие вот мероприятия помогают студентам в первую очередь понять, каким образом дальше они могут выстраивать свою карьеру, то есть выявить свои какие-то слабые, сильные стороны. Моя рекомендация для работников – это прочитать кодекс, знать о своих правах и не бояться их защищать и отстаивать. По окончании мастер-классов студенты получили возможность пересмотреть или создать свое резюме с нуля, чтобы быть готовыми к будущим возможностям трудоустройства. Карина Саяхова, Медиа-центр Набережной Челнинского института КФУ, Универниус.